Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подарок ребенку Да может быть она ему уже в следующем мае Будет 100 лет не нужна И потом он будет знать, что она лежит где-то в доме И что ему не захочется ее открыть Согласитесь, полной глупости Увидев молоко по 37 рублей Вдумайтесь, друзья мои По 37 рублей Дешев ли только даром? Я вот, если честно, таких цен не видела Но Лешка скуксился и говорит А в магните такое молоко по 36 рублей? Причем он пытался это доказать Свете Света смотрела на него Хлопала глазами и говорила Нет, там нет такого молока В общем, я так и не поняла Есть там такое молоко или нет такого молока Но он имел ввиду, наверное, вообще Что в магните молоко дешевле по 36 рублей А Светка не поняла и думала Что именно конкретно такой марки И вот у меня вопрос опять к Лешке Леш, а ты уверен, что ты приедешь В гипермаркет Магнит И там будет это молоко по 36 рублей Вот согласитесь А если его не будет То, получается, твои дети Опять будут сидеть без молока Про масло Светка сказала Про сливочное масло Леша у нее спросила Надо масло или нет Она говорит Нет, у нас есть А где оно у вас есть? Вот где оно у вас лежит? Либо лежит оно у вас до лучших времен Ждет прихода проверки Или вы сами его, Света с Лехой, сожрали Или жрете по ночам Но лично я ни разу не видела Чтобы детям делали бутерброды С маслом, с сырком, с колбаской Вот ни разу я не видела Чтобы масло положили на хлеб, да? Куда одевается это масло, непонятно Увидев мясо, дети стали тут же трогать его руками Причем мясо лежало просто, открытое, без пакета И дети вот трогали его руками Для них это нормально Анжела свои грязные пальцы Потом после этого мяса взяла И вытерла Аникиту Ну а Светка, увидев кусок мяса Говорит Не, меня такое мясо не устраивает Ну если только, говорит, его на холодец Там ногу пустить Что она несет, думаю я Какой еще холодец? У нее прошлый холодец Вспомните, не загустел никоим образом Что-то она там с ним химичила Химичила, ничего у нее не получилось Слава богу, брать мясо на холодец они не стали Далее дети нашли мороженое по 27 рублей По-моему 40 копеек Не суть важна По 27 Лешка одобрил эту покупку Сказал, да, хорошая цена Ну я так понимаю, конечно же Папка сам захотел поесть мороженого Поэтому и дал добро его купить Кстати, друзья мои Мороженое почему-то лежало в одном Холодильнике с индейкой замороженной Первый раз такое вижу Я бы в жизни не взяла такое мороженое Поскольку оно впитывает в себя Вот эти вот запахи мяса Да, даже по санпину Это грубейшее нарушение Но колесам все равно Наверное, если бы это мороженое Лежало рядом с рыбой мороженой Они бы тоже его взяли Поскольку оно действительно дешевое Ну и доверили все это дело Анжелке Выбирать 8 штук Папка ее контролировал Говорил, так, смотри Мятая не бери Бери хорошее целое Правильно, Лех Вот вы ходите по магазину Вечно все облапаете Все упаковки испортите Все перелапаете Но при всем при этом Потом такое лапанное-перелапанное И помятое вы брать не хотите Вы потом выбираете хорошее В общем, да Но вы знаете, Анжелка начала считать мороженое И чуть было кого-то не оставила без мороженого Считая после пяти У нее сразу же была она Раз, два, три, четыре, пять, семь Настя ее, слава богу, поправила Да, подумала я То ли еще будет к первому сентября Когда они пойдут в школу Они, наверное, к этому времени Уже и буквы забудут Но мамке все равно Главное, чтобы умели чистить картошку А там хоть трава не растить Очередной влог, друзья мои Опять очередная Очередная Очередные хождения по мукам По светофору Да Дарину, смотрю То посадят в тележку То вытащат из тележки Ее вытаскивают Дарина начинает бегать по магазину Начинает все хотеть взять Начинает все таскать Лешка начинает психовать Дарину Макс сажает в тележку Дарина верещит Ее опять вытаскивают В общем, бесконечное действие Света, смотрю, с этой сумкой Просто, знаете, как почтальон печки Я вот не понимаю, зачем такую огромную сумку таскать на себе Если там нет у тебя в этой сумке ничего ценного Доставь ты ее в машине на заднем сиденье Нет, напялят вот эти огроменные баулы И ходят с ними по магазину Цепляют людей Либо за одежду Либо еще за что-то Зачем? Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю Хочется Светке Хочется ей помодничать После пакета, с которым она ходила 20 лет живя с Лехой Кажется ей, что с этой сумкой Она просто, знаете ли, деловая женщина Просто бизнес-леди Да Лешка говорит Ой, чего это макароны Мы стали плохо есть Последнее время, говорит Мы плохо едим макароны Но, говорит, макароны надо брать Леш, зато последнее время Твои дети очень хорошо Ели жареную муку А макароны не уходят Исключительно потому, что Мамка экономит их И не варит детям Дети всегда рады Твои съесть просто Даже пустые макароны С кетчупом Сладости Папка брать отказывался Вроде взял там Какой-то один небольшой экранчик Вообще Если раньше Они набирали сладостей Полным-полно Дети с удовольствием Поэтому бежали В светофоры Знали, что им как раз таки Накупят всего-всего-всего В этот раз Папка брать не стал Взял там один экран Или два экрана Две коробочки печенья Зато своей любимой сгущенки Набрал аж несколько бутылок Да Вот он себе Никогда Ни в чем не отказывает Любит полакомиться Сгущеночкой с кофе Молодец, Леш Молоко Детям не взял По 37 рублей Дорого Зато себе Сгущенки Прикупил Светка, наверное, будет Кашу варить На сгущенке Но, ребят Сразу хочу сказать Знаете Я сегодня хочу Похвалить Лешку Да Действительно Как говорится Сдвиги есть Только не закидывайте меня Помидорами Но Лешка на кассе На кассе В продуктовом магазине Наверное Впервые за многое-многое Время Сказал Спасибо продавцу И до свидания Вот какая я все-таки Молодец Каждый раз Когда Лешка уходил Из продуктового магазина Не говоря слово Спасибо Я каждый раз Ему выговаривала Это в своем обзоре И говорила Как так можно Почему вы сами Не воспитаны Почему вы сами Не воспитываете Своих детей И не знаете Что когда уходишь Всегда надо сказать Спасибо Ну, спасибо По крайней мере Да Так вот Вы знаете И Лешка заговорил Да Словно меня услышал И сказал продавцу Спасибо Обычно он только Грызется в продуктовых Магазинах А тут прям вспомнил Наверное И сказал слово Спасибо Далее Выйдя из магазина Решили они Поесть мороженое Не обработав Руки Тут же Грязными руками Стали хватать Это мороженое Настя вообще В рот взяла Грязную бумагу Им вообще Я смотрю Все нипочем Абсолютно Ну и дети И Света Тут же сказали Спасибо папе За мороженое Да Дари нам удовольствие Даже в нарядном платье Уселась на землю В общем Не поверила Своему счастью К ним подошла Какая-то бездомная Кошечка Анжела И говорит Обтирается Обтирается Да не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- смотри, говорит, раз папа маму трется, значит, как ты думаешь, кто это? Ну и мама тут же засмеялась, говорит, ой, да эта кошка и папу трется. Что к чему, я не понимаю, зачем в присутствии детей говорить такие какие-то вещи непонятные, да, вот эти вот отпускать шуточки ниже пояса. Ну просто, просто какой-то бред. Хождение по магазину, если честно, это нечто. Опять Лешка решает, что купить. То есть, Светка просто ходит сзади, как обморок, ничего не знает, вот честно, бесит уже этот тупизм полнейший. Просто полнейший тупизм. У нее в доме шаром покати, детям жрать нечего, а она все время не знает, ну не знаю, ну не знаю. Свет, тебе сорокет, когда ты уже знать будешь, что тебе нужно. Любая хозяйка знает, что ей купить в магазине, а это вечно на своей волне, витает в облаках. Ну и еще один влог, друзья мои, далее уже семейный магнит, типа готовятся они к дню рождения Макса, решили взять бананы. Я вот думаю, блин, неужели больше брать нечего? Сейчас сезон фруктов и ягод, но нет, будут давиться этими бананами круглый год, потому что бананы, конечно же, дешевле. Хотя, какой там давиться, они и банан это видят исключительно только по праздникам, благодаря своему папке. Взяли маленький кочан капусты, перелапали все остальные кочаны, взяли еще, видимо, поняли, что одного маленького им точно будет мало. Еще, кстати, Лешка, Лешка не знает разницы между свежей капустой и капустой старой, странно. Морковку обошли стороной, все, теперь она для них слишком дорогая, да. Решили брать яйца и Лешка и говорит такой, Максим, ну-ка подели сейчас 157 на 3. В общем, да, поделили, взяли яйца, взяли несколько кур. Вы знаете, так интересно, когда дети что-то просили, Лешка постоянно говорил, вот будут у тебя свои деньги и покупайте на свои. Или говорил, а вот есть у тебя свои деньги, чтобы что-то покупать? Нормальный ответ, вот я думаю, нормальный ответ отца многодетного семейства. Леш, а у меня к тебе опять вопрос на засыпку. А ты, когда столько детей делал, ты думал, кто их кормить будет? Ну, я так понимаю, что нет. Максу, кстати, разрешили, да, с барского плеча, в честь днюхи еле-еле уломали папку, взять одну бутылку колы на всю, на всю вот эту вот бригаду, ух, друзья мои. Ну, в общем, да, самая настоящая щедрость, папка разрешил одну бутылку. Да, причем себе сгущенки набрал, а сыну даже раз в год в его день рождения не мог позволить взять на всю эту ораву народу, потому что будет же пить кока-колу, будут пить не только дети, будут пить еще и родители, конечно же, они тоже не откажутся. Соответственно, надо было брать хотя бы три бутылки двухлитровых. Но нет, взяли одну. Далее зашли на рыночек, спросили, почем арбузы. Им сказали, по 60 за килограмм. Да-да, друзья мои, по 60 за килограмм. В магните было по 40, в общем, да. Видимо, так сильно папке Лехе хотелось арбуза, что он никак не мог вот эту вот мысль гнать из своей головы, только и говорил про арбуз. Ну, понятное дело, за такие деньги, конечно же, они его не взяли. И уже дома, когда они приехали домой, стали выгружать вещи, Лешка, увидев куклу, которая валялась во дворе, или там какая-то игрушка, не суть важна, он стал отчитывать Дарину. Вот, говорит, просишь вовсю в магазинах, чтобы тебе купили куклу, а потом у тебя все это дело валяется, и куклы тоже. Леш, чего ты истеришь? Чего ты, как истеричка, устроил истерику? Можно подумать, ты хоть одну куклу прикупил своим дочкам. Ни разу, ни одну. Может быть, когда-то, когда-то, много лет тому назад ты что-то и покупал, сейчас нет. Сейчас все куклы, все мягкие игрушки, все сладости, это все высылается сердобольными зрителями. Ну, или вашими друзьями, тебе, в общем, и твоим детям. Ничего ты на них не тратишь, да, в общем, как-то так. Друзья мои, действительно, плачевное зрелище, вот эти все их походы по магазинам, потому что, получается, зарабатывают все семейство на Ютубе, но прикупают себе только то, что считают нужным, покупают себе исключительно все папа Леша. До всех остальных ему нет никакого дела. Вы даже обратите внимание, как в последнее время он стал относиться к Дарине. Если раньше ей было позволено многое, и Дарина могла как-то сыграть на его чувствах, да, он, ну, бери, бери, что-то ей все-таки разрешал, то теперь он, кстати, с Дариной больше не хороводится. Да-да, прошли те времена, когда он Дарину не спускал с рук, а теперь как-то к Дарине уже вроде как такое же отношение, в принципе, как и ко всем остальным, да. Вот такая у Лешки и у Светки любовь к собственным детям. А у меня на сегодня все. Вот такой у меня получился обзор на канал семьи Колесниковых. Ну что ж, всех целую и обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!